Мое почтение, я Александр Михельсон и сегодня на тесте обновленный Renault Duster. Все тестовые машины обклеены фирменным специальным способом. Здесь написано Renault Duster, а вот здесь горы и мы решили снимать этот тест-драйв именно в горах. Как я и хотел, я взял автомобиль именно с дизельным двигателем. Я считаю, что именно с этим двигателем Duster самый интересный вариант. Ну а снимать мы начали в обратном порядке. Мы сначала уехали далеко в Горный Алтай до так называемой Денисовой пещеры. И вот отсюда мы стартуем. Сама пещера вряд ли произведет на вас сногсшибательное впечатление. Она интересна скорее ученым. Археологи обнаружили здесь многометровые толщи культурных отложений, своеобразный слоеный пирог, включающий более 20 культурных слоев. Для обычного же туриста Денисова пещера это довольно мрачное углубление в горе. Внутри деревянный пол, постеленный явно не древними людьми и все. Ни света, ни какой-либо информации для путешественников, только надписи на стенах типа «Здесь был Вася». Так что это место выбрано для старта скорее как ориентир. Еще один более точный ориентир – пещера находится в четырех километрах от деревни Черный Ануй. Как видите, те 400 километров, которые мы уже проехали, очевидно, на автомобиле заметны. Но невозможно проехать такое расстояние и не испачкать машину. Тем более ехали мы не только по асфальтированным дорогам, мы ехали и по бездорожью. Но давайте теперь по порядку. Летом этого года в дилерских салонах появился обновленный Renault Duster. Концептуальных изменений не произошло, но рестайлинг заметно освежил внешность модели. Особенно ее экстерьер, хотя изменения есть и в салоне, и в материальной части. Новая решетка радиатора, новые бамперы, иной рисунок оптики – все это сделало Duster современнее, солиднее, а главное в нем все меньше подчеркнутой бюджетности, которая в свое время позволила Renault буквально стремительно ворваться на наш рынок. Но теперь компания пытается уходить от этого образа и подчеркивает скорее надежность своих моделей даже в дизайне. Тему рестайлинга можно развивать и дальше, но я хочу отослать вас к недавнему лайф-обзору, в котором я довольно подробно рассказываю о всех изменениях, которые произошли с моделью, буквально сравнивая два автомобиля до и после обновления. Этот обзор вы легко найдете на сайте Михельсон ТВ или на моем канале в YouTube. В ходовом же тест-драйве я хочу сосредоточиться на ходовых качествах автомобиля. Тем более изменения в матчасти, а именно появление шестиступенчатой механической коробки и увеличение мощности дизельного двигателя сделали Duster очень интересным автомобилем. Забегая вперед, скажу, что и я, и те, кто во время нашего путешествия оказывался за рулем, были приятно удивлены ходовыми качествами французского кроссовера. Ну что ж, а теперь впечатления от дизельного Duster на ходу. И самое, наверное, главное из них это возможности двигателя. Вот я снимал двухлитровый Duster и он не производит впечатление вот такой динамики, какая есть у дизельного варианта. Хотя это двигатель полтора литра мощностью 109 лошадиных сил. Тяги двигателю хватает настолько, что уже на 50 километрах он просит включать пятую передачу. Просит следующим образом. Вот здесь на панели приборов загорается такая характерная стрелка либо вниз, либо вверх. То есть какую передачу компьютер автомобиля считает нужным включить. Так вот, еще стрелка не доходит до 50 и уже мигает переключение на пятую. Реально при 50 вполне можно переключаться и на шестую. Я довольно давно вожу автомобиль с автоматической коробкой, но вот эта мышечная память остается. И вы знаете, всегда, когда, скажем, автомобиль поднимается в затяжную гору, в затяжной подъем, ну, как-то всегда хочется включать четвертую, ну, либо пятую. Вот здесь на трассе, если не приходилось бы тормозить перед другими машинами, то реально можно, выезжая из города, включать шестую и до места ехать на шестой. Такой своеобразный вариант автомата. Кроме того, наличие шестой передачи позволяет не задирать обороты двигателя на высоких скоростях. С предыдущей пятиступенчатой коробкой автомобиль комфортно разгонялся примерно до 100 км в час. Но потом мотор начинал работать на неприлично высоких оборотах и издавать соответствующий надрывный звук. Очень хотелось включить следующую передачу, но ее не было. Шестая передача решила эту проблему. С новой коробкой Duster довольно спокойно разгоняется до 150 км в час. Быстрее я не пробовал, но запас мощности оставался даже на такой скорости. И это, наверное, самое большое удивление от автомобиля. В основе Duster знаменитая платформа Logan, та самая платформа B0. Так вот, отличие от Logan следующее. Эта подвеска плотнее, она собраннее. Для чего это сделано? Ну, ровно для того, чтобы автомобиль не кренился в поворотах, не был валким, потому что он выше, центр тяжести выше и для этого сделана более плотная подвеска. Но это дает еще один плюс. На скорости автомобиль очень четко управляется. Я когда это все говорю, я понимаю, что это бюджетная машина, но это так, действительно. При этом довольно плотный руль и в районе 130 км в час на трассе ты себя в потоке чувствуешь совершенно уверенно. Рено Duster позиционируется производителем, как автомобиль с отличными внедорожными способностями. Подключаемый полный привод, клиренс 210 мм и хорошая геометрическая проходимость. Прекрасный повод свернуть с асфальта и прокатиться по разбитым грунтовкам и полевым дорогам. Полный привод работает следующим образом. В стандартном режиме это обычный передний привод. Следующий режим – авто, когда крутящий момент распределяется между передними и задними колесами в зависимости от дорожных условий и скорости. Он отлично подойдет для зимы. И, наконец, режим с принудительной блокировкой. В нем крутящий момент распределяется поровну между передними и задними колесами. Муфта получила дополнительную защиту от перегрева. В результате принудительная блокировка не отключается вплоть до 80 км в час. Это позволяет быстро передвигаться даже на реально сложных и скользких участках. Я не стал испытывать судьбу и загонять автомобиль на настоящее бездорожье. Автосервисы в горах искать задача непростая, обижать за трактором далеко. Но перечисленных выше характеристик, думаю, достаточно, чтобы понять. Duster не сможет соперничать на бездорожье с УАЗиком или каким-нибудь рамным внедорожником, но с любым современным кроссовером поспорит легко и в большинстве случаев выйдет из этого спора победителем. Короткие свесы, тяговитый двигатель и очень короткая первая передача, позволяющая двигаться в натяг – это очевидные преимущества перед обычными городскими кроссоверами. Понравилась подвеска Duster на плохих дорогах, на разбитых таких откровенных грунтовках. Длинноходная вот эта подвеска, как у Логана, только более плотная. Она очень эффектно съедает там внутри где-то себя все эти удары и на кузов мало чего передается. Но самое главное даже в другом. Автомобиль продолжает даже по плохой вот этой дороге ехать управляемо. Он не подпрыгивает. Такая проблема есть у коротких высоких машин, вот Ниву вспомните, или какой-нибудь Сузуки Витара маленькую. Они реально козлят. С Duster ничего похожего не происходит. Впрочем, особенно здесь удивляться нечему. Дает о себе знать платформа, в основе которой неубиваемая и всеядная подвеска от Рено Логан. В нашем случае Duster оборудован довольно большим монитором. Но эргономический промах, очевидный, находится он очень низко. Мало того, что смотреть на него неудобно, и вот этот определенный угол, он просто качество картинки снижает. Еще пара эргономических замечаний. На заднем сидении там я тоже проехал. Так вот, первая из них, там нет ни одного подстаканника. Когда ты не за рулем, можно выпить чая, например, из пластиковой тары или стеклянной. Так вот, там нет ни одного подстаканника для современных автомобилей. Это не здорово. И еще один момент. Когда вы кладете руку на подлокотник, ровно под локтем у вас оказывается кнопка открывания стекла. И поначалу пугаешься. Положил руку, и вдруг резко открывается стекло. Особенно на ходу. Задувать начинает ветер. В общем, будете ехать на заднем сидении Дастера, помните об этом. Еще в странном месте между сидениями под ручником расположен джойстик регулировки зеркал. И, наконец, последнее эргономическое замечание – пороги, которые очень эффективно собирают на себя грязь и охотно делятся ей с брюками пассажиров. Без должной сноровки выйти из машины и не испачкаться довольно сложно. Зато при открывании дверей надпись «Рено» на пороге загорается белым приятным светом. Днем этого практически незаметно, но в сумерках или ночью выглядит светящееся название французской компании отлично. Кстати, элемент совершенно не характерный для этого сегмента. Салон автомобиля не кажется маленьким, хотя назвать Дастер большим автомобилем сложно. Багажное отделение не гигантских размеров, а вот на пространстве для пассажиров явно не экономили. Ну, ровно то же самое было и с логаном. Помните, когда появились первые логаны? Вот это ощущение, что это маленькая совсем коробчонка, но когда садишься внутрь, вдруг с удивлением обнаруживаешь, что салон-то большой у автомобиля. Почему логаны так полюбили таксисты? Потому что, несмотря на его небольшие действительно габариты, сзади-то места было довольно много. В результате четыре взрослых человека и их багаж с расчетом на три дня путешествия разместился в Дастере впритык, но вошло все необходимое. Теперь хочу еще раз вернуться к дизелю, мощность которого, напомню, 109 лошадиных сил. Это, пожалуй, удивление номер два после поведения автомобиля на высоких скоростях. Хотя для многих характеристики двигателя будут куда важнее. Дастер с двухлитровым бензиновым мотором не произвел для меня такого яркого впечатления. У него нет такой тяги и, соответственно, такой динамики. Не знаю, может быть, я уже подзабыл, но все, кто садился за руль вот именно дизельного Дастера, все как-то удивлялись весьма. А один знакомый сказал, ну понятно, двухлитровый дизель здорово тянет. Когда он узнал, что это полтора литра, он был искренне удивлен. Еще двигатель практически не передает вибрации в салон. В последнее время современные дизели ведут себя по этому показателю все лучше, но касается это по большей части премиальных моделей, к которым Дастер, очевидно, не относится. Тем не менее, вибраций почти нет, ну, видимо, хорошие подушки на двигателе. И еще один момент. Звуков каких-то вот этих дизельных посторонних, когда мотор прогревается, он тоже не издает. Ну и теперь, наверное, самый важный параметр этого двигателя – расход топлива. В результате всех наших поездок и по плохим, и по хорошим дорогам, и по относительному бездорожью, и по трассе, получилось в среднем 6,9 литра солярки на сотню. В качестве резюме скажу следующее. Дастер у меня получился каким-то почти идеальным. Возможно, вскружил голову чистый горный воздух. Но если серьезно, то все, что я сказал выше – это мои реальные впечатления и удивления. Более того, похожие впечатления были у двух моих друзей, у каждого из которых куда более дорогие, более мощные и статусные внедорожники. Все мы не ждали от скромного кроссовера с полуторалитровым мотором такой прыти. Даже договорились ехать по трассе отдельно, чтобы второй машине, мощному внедорожнику, не приходилось постоянно ждать, а Дастеру постоянно догонять. На деле же ждать Дастер не пришлось ни разу. Единственное, что может несколько огорчить потенциальных покупателей Рено Дастер – это растущие цены. На сентябрь 2015 года стартовая цена модели – 599 тысяч рублей за версию с бензиновым мотором объемом 1,6 литра, мощностью 114 л.с. и передним приводом. Стартовая цена дизельной версии, которая предлагается только с полным приводом и механической коробкой – 825 990 рублей. Наверное, это немало, но по нынешним временам при цене доллара почти в 70 рублей и на фоне конкурентов эти цены, к сожалению, уже не кажутся высокими. На этом я прощаюсь с вами. Смотрите мои тест-драйвы, лайф-обзоры на сайте Михельсон ТВ на канале в Ютубе. Подписывайтесь. В последнее время выходит реально много свежего видео, и подписчики об этом информацию получают в первую очередь. Также буду вам благодарен за всяческие лайки и плюсики, которые это видео продвигают, но ставьте их только тогда, когда программы вам действительно понравились или были полезны. Ну и традиционно я желаю вам удачи на дорогах. Счастливо!